Ну что ж, приветствуем вас на Первом Городском. Мы продолжаем прямой эфир программы «Твое утро». И сегодня мы говорим о презентациях, о встречах без галстука и, конечно же, куда нужно обращаться для того, чтобы идеально организовать любую встречу. Конечно же, это каворкинг-центр. Да, у нас в студии появилась гостья. Это Олбол Сын Шуин Шалиева, маркетолог каворкинг-центра. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела? Как настроение? Погода супер. Ну и давайте к теме тогда. Как давно открылся в нашем городе подобный центр? Каворкинг-центр запустился недавно. Мы только в конце марта открыли наши двери. В принципе, я могу сказать о достижениях нашего каворкинга. На данный момент у нас также проводятся презентации нашего города, фан-встречи. Недавно фан-встреча прошла с Гончаровым, с нашими спортсменами города. Далее у нас проводятся также презентации таких продуктов, как Sauda. Тоже очень такой бренд. Это молодые ребята, которые запустились в Казахстане. В принципе, далее у нас проводятся семинары, презентации новых университетов, колледжей в других странах. Цель каворкинга – это нетворкинг. Самое главное, чтобы люди нашли ту аудиторию, которая им нужна в целях расширения бизнеса, в целях продажи продуктов, в целях новых идей. Сама цель – нетворкинг, который приводит каждому из предпринимателей или стартапера, нового инвестора или новых связей. Сами понимаете, бизнес строится как? Бизнес строится на общении. Тем более, как бы в Казахстане каждый из бизнесменов, каждый из предпринимателей, он открыт для общения. И, в принципе, наша цель, она работает, какие-то вот проекты. Также у нас есть новые проекты, которые мы будем внедрять. И в целях также есть новое открытие, нового каворкинга, который еще больше. То есть это второго зала получается или каким образом? Второго здания. На данный момент у нас 500 квадратных метров. Часть – это для презентации, часть – это для именно каворкинга получается. Соответственно, у нас каждый день даже идут презентации. Мы даже не успеваем, как говорится, из-за этого. Вот где-то в мае, середине. То есть спрос большой, да? Спрос очень большой. У нас очень активный город, что радует, честно. Потому что мы, когда открывали, мы тоже думали, анализировали все. Ну, знаете, для стартаперов это очень хорошая возможность прийти, поработать, найти новые связи, найти свой круг, как говорится, найти. Потому что самое главное – ребятам найти то увлечение. Потому что у нас есть еще игровая комната, где человек может отдохнуть, поиграть. Потом у нас есть настольные игры, такие как Кэшлоу, Монополия, Банкир. То есть даже друзья могут прийти и провести вечер у вас. Да, потом есть также PlayStation. Здорово. Фильм могут. Неделю один раз мы организуем фильм. Фильм – мотивация. Фильм, например, связан с бизнесом. И еженедельно у нас такие вот игры или проводятся фильмы. Как любой человек может прийти, обсудить. Самое главное – проанализировать этот фильм и взять для него что-то нужное в этом фильме. Соответственно, каждый будет говорить свое мнение. Мне кажется, это мотивирует наших детей, наших подростков для того, чтобы открыть свой бизнес. Открыть что-то свое. Чтобы потом, как говорится, лет 30-35 человек просто уже сидел и зарабатывает. Куда идти нужно наши молодежи? Кому пришла идея подобного проекта? Потому что уникальность есть. Работа – это очень даже… Ну, не только один человек – это все. Это вся команда над этим работает. Ежедневно, ежедневно у нас пятиминутка. Мы делаем как? Ежедневно улучшаем наш каворкинг для того, чтобы посетителю было легко ориентироваться, было легко, как говорится, вести себя в нашем каворкинге. Например, у нас есть доска, полезные связи. Человек может оставить свою визитку. Соответственно, другой человек может прийти, эту визитку взять, соответственно, позвонить и… Такая коммуникация произошла. Да, здесь чисто коммуникация. Потом человек может прийти, например, рассказать про свой новый проект. Мы также можем народ собрать для него и сказать, вот, есть новый проект. Если кому-то нужно, берите, делайте деньги. Почему бы и нет? Тем более наш Акимат также открыт к этой теме, да. Мы также как бы поддерживаем наших всех предпринимателей. Дальше у нас есть конференции и семинары. Для чего? Для того, чтобы любой из наших жителей мог посетить эту конференцию, мог посетить этот тренинг и приобрести для себя что-то новое, улучшить свое знание самое главное. Молду Гулу 5А, мы ждем всех. В принципе, в Инстаграме вы можете подписываться. Кавворкинг 04, да. Кавворкинг 04, да. Мы видим, у нас есть красивые, уютные подушечки от вас. У нас тоже есть человек может, я же говорю, прийти, отдохнуть, полежать. Есть диванчики специальные, есть PlayStation, может полежать, поиграть, расслабиться. А кто может прийти в центр? Только ли же бизнесмен? Нет, каждый из жителей города к тебе, может, он для себя что-то новое ищет, может, не может найти для себя какую-то новую. Потому что у нас есть книги, которые человек может прийти прочесть. У нас есть игры. Я же говорю, человек заходит, он находит для себя связи. Ежедневный трафик 50-60 человек. Из них и есть и бизнесмены, и стартаперы, и предприниматели, и просто люди, которые ищут новые идеи. Почему бы не прийти и не сделать? Успех здесь и сейчас, коворкинги, это слоган не просто так. У вас есть еще такое, скажем, выражение в вашем проекте, когда вы презентуете себя, участники тренинга под ключ. Обычно мы слышим, ремонт под ключ. А что это такое? Смотрите, на данный момент у нас тенденция пошла тренинги. И это очень даже хорошо, потому что люди ежедневно улучшают свое самосознание, свое образование, свои какие-то психологические, как бы не секрет у нас ежедневный стресс в работе, в семье, потому что, как говорится, люди идут и улучшают себя. Мы для тренеров в Казахстане, у нас уже есть подписанные договора, у нас уже проводятся какие-то тренинги, семинары. Мы можем собрать каждому из, получается, тренера, собрать аудиторию, нацеленную на улучшение именно, например, проекта, который он ведет. Это вот по бизнес-школам, например, у нас тоже проходит. Человек придет, он может послушать, и мы для тренера организуем это все под ключ. Туда входят и кофебрейки, и какие-то вот пиар-компании, в принципе. И, получается, человек пришел, он поработал с аудиторией нашей, которая нужна ему. И может без проблем как бы дальше организовывать свои встречи. Ну что ж, теперь мы даже знаем, куда можно прийти. Просто не обязательно организовать встречу, да, с галстуками, и вот сидеть и все это рассказывать. А можно просто прийти поиграть, а можно просто прийти отдохнуть. Молгогулу и 5А, друзья, запомните. Да, и подключайтесь обязательно, Coworking 04. Спасибо огромное, Угл Сын, что вы это время уделили нам, рассказав о своем центре. Мы напоминаем, что вы смотрите программу «Твое утро». Не завершается наша программа. Сейчас небольшой рекламный блог, после которого встретимся.